Эй, доброго времени утра, друзья, с вами Арталаски. Несколько лет назад я делал подробный обзор на GAMON PD1560. Это был мой основной рабочий инструмент, который в итоге перешел к отцу, а я пересел на вакуум синтик, с которым также сравню этот дисплей и сделаю сразу несколько выводов, стоит ли переплачивать за про версию или может лучше вообще накопить на тот же синтик. Или же эта версия PD1560 уделает их обоих, но не буду тянуть кота за кота и сразу посмотрим на комплектацию. Очень тонкий, аккуратный и легкий дисплей, на который уже наклеена защитная пленка и протектор. С задней стороны имеются противоскользящие вставки, благодаря им планшет будет хорошо удерживаться на поверхности стола, но они совершенно не касаются специальной подставки, которая идет в комплекте и на которой тоже есть такие полосы. А само устройство ставится на вот такую маленькую выдвижную полочку. Это более современный вид подставок, у них около шести фиксированных углов положения, такие подставки не надо прикручивать к корпусу планшета, как в случае с обычной версией. К тому же она довольно универсальная, ведь ничто не мешает мне поставить сюда другой планшет или вообще не планшет. Ну а если честно, стандартная подвижная подставка внушала мне куда больше доверия и угол там регулируется гораздо более тонко, быстро и удобно. Я был абсолютно уверен, что планшет с нее не слетит, потому что он был к ней прикручен. У нее клевый приятный дизайн, но его не видно за планшетом, а маленький люф внушает страх. Но так как я все равно его придерживаю рукой рядом с кнопками, то знаю что никуда он не денется. Да он и так никуда не денется, просто мне все равно страшно. Но что мне действительно зашло в этой подставке, она добавляет свободного места под планшетом, через которое можно элементарно поместить провод. Это может показаться мелочью, но нихрена это не мелочь. Как только я не изгалялся синдеком без подставки, чтобы комфортно расположить и планшет, и мышку, и клавиатуру. Особенно когда у последней довольно таки короткий провод. Не знаю предусматривали это в гармоне или получилось случайно, но вышло именно так как надо. Спасибо. С правой стороны планшета есть кнопка включения и кнопки вверх-вниз, которыми можно регулировать яркость. Я бы сказал, что это удобно если бы не... В отличии от обычной версии 1560, где с левой стороны был целый набор кнопок для настройки, в Pro версии все не так очевидно. И до сих пор не так удобно. Но хотя бы красиво. Теперь отдельных кнопок для настройки дисплея нету. Они совмещены с обычными кнопками слева. Самая нижняя кнопка при удержании вызывает менюшку. Вся настройка в них только через кнопки. Ребят, ну какой сегодня век. Конечно многие мониторы, даже не предназначенные для рисования, тоже до сих пор настраиваются подобным образом. И по сути эту настройку надо провести всего один раз в самом начале. Ну даже я не знаю. Разобраться с навигацией по менюшке без инструкции не получится. Кстати рекомендую в самом начале выбрать цветовой профиль CRGB. Я очень надеялся, что настройку можно проводить через драйвер, который скачивать нужно по ссылке указанной на вкладыши. Но нет. Обращаю ваше внимание, что этот дисплей нужно подключать к ПК или ноутбуку. И делается это с помощью вот такого небольшого аккуратного провода. Либо двух объединенных в один. В наборе идет адаптер питания с переходниками на русскую и американскую розетку. Есть еще переходники на аэровилку и вероятно китайскую. Но в комплекте их нет. Этот момент зависит от страны, в которой вы проживаете. Но что меня порадовало, этот планшет можно использовать без адаптера. С помощью всего одного кабеля. Это очень удобно в использовании с ноутбуком или нехватке розеток, как в моем случае. Теперь поговорим о самом важном. Стилусе. Именно его вы будете держать все время в процессе работы. И он однозначно удобнее, чем стилус обычной версии. Но в то же время очень далек от вакомовского про пена. Простите. Но новички этого даже не поймут. А более опытный пользователей, которые возможно пробовали уже несколько планшетов, не заметят особой разницы. Сам по себе стилус хорош и прост. Его не надо заряжать, он нормально лежит в руке, не тяжелый и при этом не как перышко. Он хорошо чувствуется, но при этом никак не мешает. Наконечники тоже не вызывают никаких проблем и претензий. Они находятся внутри подставки чернильницы, где их аж 8 штук. А 9 уже установлен в стилус. Менять наконечники очень легко и быстро. Для этого на дне подставки есть специальное отверстие. Так как я жутко привык убирать стилус специальную петлю как на синтеке, то был приятно удивлен такой же возможности и здесь. Правда слегка импровизированный. Давайте немного его протестируем. Ну а сначала удалим протектор. Антибликовая пленка здесь уже наклеена и по ощущениям она довольно... реалистичная. Не супер гладкая как на таблетах Гаумана, не похожа на рисунки по стеклу как в обычной версии PD1560 и не такая жесткая как у вакуума. Я не знаю как это правильно объяснять словами, но по ощущениям мне определенно нравится. В Pro версии дисплея появился примечательный радиальный контроллер. Подобные колесики очень удобны и практичны. Лично мне не хватало его даже на синтеке. Зум, размеры гейсти, пролистывание вверх-вниз, да хоть громкость на плеере. Насколько я смог понять, оно работает даже если его отключить в драйвере, просто переходит в другой режим. Небольшие риски на нем не столько информативны, сколько просто приятны на ощупь. А хромированная кнопка при удержании позволяет выбирать что именно мы будем накручивать. Перейдем к кнопкам. Обычно я пользуюсь клавиатурой, но в том же зибрше я создал собственную менюшку с нужными мне функциями и поставил ее на длинное сочетание клавиш, чтобы оно не конфликтовало с остальными заложенными в программу хоткейми. Хух. Ну а теперь я могу вызвать ее на сжатие всего одной кнопки, а их здесь 10. По сравнению с обычной версией они аккуратнее, меньше и имеют тактильные маркеры. Круто. Но, либо я такая бесчувственная скотина, либо маркеры стоило сделать немного больше. Это работает, но различить горизонтальную полосу и вертикальную поначалу практически невозможно. А учитывая, что кнопки расположены на одном уровне с поверхностью, я нередко нажимал именно на корпус дисплея, а не на кнопку. Конечно это дело привычки и спустя пару часов работы я почти перестал промахиваться по кнопкам, но побеситься с этого все-таки успел. Я пробовал его в SAI, Paintstorm Studio, ZBrush, Photoshop, 3D Code и Substance Painter. Все работает просто отлично, все уровни нажатия считываются. Единственный момент, что некоторые программы будут некорректно воспринимать перо с включенным Windows Ink. Поэтому, если возникнут проблемы, временно его отключите. Это не проблема планшета. Должен признать, что материалы и сборка вполне себе хорошие. Ничего не лифтит, не отваливается и даже не врасвечивается. На ощупь все очень приятное. Тактильная отдача от кнопок радиального контроллера отличная. У меня всегда были претензии и придирки в этом плане к XP-Pen, но тут даже заикаться не буду. Итак, стоит ли переплачивать за более дорогую версию PD1560? Определенно, та. Чего только стоит обновленный дизайн устройства, который стал обладать не только современным и приятным видом, но и обзавелся радиальным контроллером, абсолютно беспроводным пером, не требующим подзарядки и универсальной подставкой. PD дешевле 16 синтика примерно на 25 тысяч, но при этом имеет более богатую комплектацию и не менее приятное качество. Он отлично подойдет как абсолютному новичку, так и состоявшемуся брофи. Тестируя гаммон после вакуума, я ожидал гораздо меньшего, но PD1560 Pro меня очень приятно удивил. Это действительно хороший инструмент для работы, отвечающий всем требованиям и запросам. Если вам не с чем его сравнить, то для вас это будет просто вау. Но даже мне, человеку испытавшему несколько десятков планшетов, разных брендов и ценовых категорий, гаммон PD1560 Pro пришелся мне по душе. Это отличное решение, которое послужит вам верой и правдой много лет, сохраняя отличный баланс между ценой и качеством. А на этом у меня все, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами был Арталаский, пока!